9 лекция цикла, посвященная истории войны за независимость Израиля и ее предпосылкам. В предыдущей лекции я говорил о том, как Давид Бен-Гурион пытается обнаружить какие-то возможные точки силы, возможные рычаги политического влияния, которым мог бы воспользоваться еврейский народ и сионистское движение в послевоенной ситуации. И в качестве трех таких точек мною отмечались, во-первых, возможности организованного еврейского ишуа в Эрес-Исраэль, его в принципе готовность вступить при необходимости в вооруженную конфронтацию, в прямую вооруженную конфронтацию с британской мандатной администрацией, несмотря на наличие 100-тысячной британской армии в подмандатной Палестине. Второй такой точкой были сотни тысяч еврейских беженцев, уцелевших в послевоенной Европе и особенно те из них, кто находился в лагерях для перемещенных лиц. Я уже упоминал о том, что Бен-Гурион первым и больше, чем кто бы то ни был из сионистских лидеров, посещает эти лагеря многократно. Еще осенью 1944 года пытается установить прямой контакт с уцелевшими еврейскими общинами в Европе и посещает эти общины, посещает эти лагеря на протяжении всего периода предшествовавшего принятию решения, скажем так, о передаче вопроса о Палестине на рассмотрение ООН, то есть на протяжении 45-го, 46-го, конца 44-го до 45-й и 46-й год этот период. Наконец, третья точка это возможности влияния на общественное мнение и через общественное мнение в Соединенных Штатах на правительство этой страны. И я уже говорил также, что прибыв в Нью-Йорк в октябре 40-го года, Бен-Курьон обнаружил две вещи на фоне третьей избирательной кампании Рузвельта. Во-первых, некоторую парализованность еврейского какого-то волеизъявления страхом перед антисемитской реакцией, перед обвинениями в том, что евреи пытаются втянуть США в ненужную им войну. И, во-вторых, моменту, в общем, такой удивительной наивности даже и части сионистского руководства США относительно того, что происходит в Эр-Эц-Исраэль, каковы реальные взаимоотношения арабов и евреев, каковы позиции арабов, какова позиция арабов в связи с ведущейся войной в Европе. И, нужно сказать, перед Бен-Курьоном в тот период стояла очень непростая задача. С одной стороны, он должен был мобилизовать еврейское общественное мнение на борьбу с Белой книгой, с другой стороны, не вызывая какого-то остро-негативного чувства по отношению к Великобритании, которая ведет войну с Гитлером. И как раз негативизм по отношению к ней вовсе не являлся задачей сионистского движения в США, коль скоро надежда на победу над нацизмом связывалась с тем, чтобы Соединенные Штаты присоединились к войне. В тот период никто еще не мог знать достоверно, чем закончится для еврейского народа война в Европе. Никто еще не мог представить себе, что она приведет к гибели шести миллионов. Но было уже, безусловно, понятно, что в результате войны огромное число Бен-Гурион оценивал его в пять миллионов человек. Евреев окажутся в положении беженцев еврейского населения Центральной и Восточной Европы. И требование о приеме этих беженцев, которые лишатся своих домов и своего прежнего образа жизни в Эр-Цесраэль, может быть реализовано уже только силами еврейского государства. Это Бен-Гурион достаточно ясно осознает. И он также ясно осознает, что после окончания войны будет какой-то ограниченный по времени динамичный период международной политики, когда возможны серьезные сдвиги, серьезные достижения. И что этот период в какой-то момент закончится. И что этот период нельзя упустить. Скажем так, как Первая мировая война привела к декларации Бальфора и к установлению британского контроля в бывшей турецкой Палестине, так и Вторая мировая война, по мнению Бен-Гуриона, уже к концу 40-го года непременно должна привести, эта задача, это еще не гарантированный результат, к созданию еврейского государства. Вообще иногда ставится вопрос, почему во весь голос это требование не озвучивалось в предвоенный период. Почему не заявлялось твердо и однозначно, что целью сионистского движения является именно создание еврейского государства. Ответ на этот вопрос достаточно очевиден. В той ситуации создание государства означало раздел страны. Когда англичане рассматривали в 1937-38 году возможность такого раздела, Бен-Гурион его горячо поддержал, понимая, что это наилучшее в тех условиях предложение, и что приняв его, еврейский народ сделает самый верный выбор, и что уж границы этого государства не останутся такими, какими его предлагали в тот момент англичане. Теперь в 1940 году, предлагая американским сионистам выдвинуть требования о послевоенном создании еврейского государства, он также понимал, что это фактически будет означать раздел. Евреи де-факто к моменту окончания войны не составляли большинства, составляли примерно треть населения подмандатной Палестины, и никто не даст им возможности временного управления силами меньшинства, и поэтому такое прямое активное будирование вопроса о создании государства, оно требовало, в общем, где-то внутренне осознать, что это будет возможно только ценой раздела. Войны, которая определит границы или не войны, но в любом случае это требование, даже если оно не акцентирует вопрос о разделе, и подразумевает его. Бонгарион пытается произвести мобилизацию сионистского движения в Соединенных Штатах в пользу конкретного списка требований, которые оно должно выдвинуть. Этих требований три. Первое – создание еврейской армии в Эрец-Исраэль для защиты страны от нацистов и для возможного участия в войне в Европе, но именно еврейской армии под еврейскими флагами с внятной национальной акцентуированностью и так далее. Требование второе – немедленно отменить ограничение Белой книги на репатриацию, прием еврейских беженцев из Европы, приобретение земель в стране. И третье – создание после войны еврейского государства. Использовалось в тот момент слово «common wealth» английское, которым обычно считается, что это примерный перевод слова «республика». Оно обладает определенной двусмысленностью, но де-факто речь шла уже тогда о том, чтобы убедить сионистов в Соединенных Штатах поддержать требования о создании государства. Сразу же после войны, чтобы не упустить вот этот динамичный послевоенный период. Теперь нужно отметить следующее. Речь шла именно о мобилизации общественного мнения. Потому что Бонгарион очень быстро обнаружил, собственно, он это знал и заранее, что, во-первых, Госдепартамент США смотрит на ситуацию в Палестине глазами англичан и, как следствие, занимает выраженную враждебную позицию по отношению к сионистскому движению и его целям. Второй момент, что, собственно, и Рузвельт, который, в принципе, для американских евреев он был фигурой чрезвычайно положительной. Он продвинул их положение в обществе, в американской политике, как никакой другой президент Соединенных Штатов до него. Но что на перспективу решения еврейской проблемы с помощью создания еврейского государства в РССРЛ, Рузвельт смотрит скептически. Он ее не поддерживал в тот момент. И для того, чтобы он ее поддержал, а мы знаем, что он, в общем, поддержит ее впоследствии, нужно было оказать на него давление. То есть должно было быть мобилизовано еврейское и не только еврейское общественное мнение. Здесь перед Бангарионом стояли две задачи. Одна была связана с тем, чтобы добиться некоторого консенсуса внутри американской еврейской общины. То есть привести к тому, чтобы требования американских сионистов, которые с началом войны создали так называемый Чрезвычайный комитет, позже он стал называться Чрезвычайным советом, добиться взаимопонимания и согласия между этим органом и, с другой стороны, с двумя другими важными американскими еврейскими институциями. Одна из них – это так называемый Американский еврейский комитет, и он объединял, если грубо сформулировать, американскую еврейскую финансовую олигархию. Наибольшей степени ее он представлял наиболее преуспевшую часть американского еврейского общества, которая была, в общем, настроена на ассимиляцию в той или иной степени какого-то культурного самосохранения, добиться того, чтобы этот американский еврейский комитет поддержал программу американского же сионистского движения. И второе такое институции был, назывался он Jewish Labor Committee – еврейский трудовой комитет, который, так сказать, объединял какие-то еврейские околосоциалистические, профсоюзные группы и так далее. И я сразу, может быть, забегая вперед, скажу, что добиться взаимопонимания с ними, согласия с ними не удалось. В некоторый момент казалось, что они близки к тому, чтобы поддержать требования сионистского движения, но в конце концов в каждой из этих институций находились силы, которые это блокировали, и, в общем, так или иначе договориться с ними не удалось. Но необходимо было, именно для того, чтобы, так сказать, оказать влияние на Белый дом, нужно было мобилизовать общественное мнение. Бангурян писал, путь к обретению влияния на правительство США лежит через обретение влияния на американский народ, на общественное мнение. Добиться сочувствия прессы, конгрессменов, церквей, рабочих организаций, интеллектуалов. Если они будут с нами, то с нами окажется и правительство Соединенных Штатов. Понятно, что это, в общем, подход, так сказать, если задуматься над этим, он кардинально отличался от того закулисного политического лоббирования, которое было, в общем, привычным для сионистского движения и символом персонализации которого был Хайм Вейцман. Человек, безусловно, исключительно имеющий заслуги перед сионистским движением, но к тому времени, в общем, его взгляд, его понимание проблем очень быстро устаревали. И если для Вейцмена по-прежнему главным центром, так сказать, активности и приложения сил являлся Лондон и попытка каким-то образом воздействовать конфиденциально, приватно, через его доверительные связи и так далее на ключевые фигуры в британском правительстве, то для Бангуриона это уже, во-первых, не Лондон, а Соединенные Штаты. И он это очень ясно осознавал, я позже приведу некоторые его цитаты по этому поводу. Второй момент. Вместо закулисной, приватной, дипломатической практики открытая апелляция к общественному мнению, то есть некоторая степень, по сути, конфронтации публичного давления на политические институции, на правительство, например, в тех же Соединенных Штатах. И этой разницей, помимо, естественно, в таких случаях борьбы эго, амбиции и прочего, были обусловлены очень острые разногласия, они временами сотрудничали, но, в общем, чем дальше, тем больше между ними возникали, между Бангурионом и Вейтсоном, разногласий в годы Второй мировой войны. Легко сказать, мобилизовать общественное мнение, если оно к этому совершенно не готово. Бангурион, обнаружив вот это настроение, с одной стороны, наивность в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, а с другой стороны, парализующий страх американской, парализовавшую американскую еврейскую общину, записал. Американские евреи призваны историей сыграть сейчас свою роль. Они еще не готовы к этому, совершенно не готовы, но с историей спорить нельзя. И поэтому, так сказать, воздействием на американское общественное мнение через каналы сионистского движения и не только, он и занимается в этот период своего пребывания в Соединенных Штатах. В августе 1941 года Бангурион на некоторое время уезжает в Лондон, но в ноябре того же 1941 года он снова оказывается в Соединенных Штатах. Вскоре после этого, 7 декабря, Перл-Харбор, нападение Японии на США и складывается совершенно новая ситуация, в том числе новая и для американского еврейства. Соединенные Штаты теперь уже не нейтральное или формально нейтральное государство, а не участник войны с Японией, а не участник войны с Германией. И Бангурион теперь уже, так сказать, форсирует усилия по выдвижению тех требований, о которых я упомянул, а именно создание еврейской армии в Эрецисраиль, отмена, немедленная отмена ограничений Белой книги и послевоенное немедленное создание еврейского государства. Он хочет оформить это в качестве декларативного заявления от имени американской сионистской организации. Договориться с американским еврейским комитетом и с еврейским трудовым комитетом, как я уже сказал, не удалось. И 10 мая 1942 года в Нью-Йорке в гостинице Билкмор проходит конференция американского сионистского движения, созданная по настоянию Бангуриона, и эта конференция поддерживает ровно эти требования, получившие название так называемая «Билкморская программа». Вообще, позже, когда оказалось, что эта штука сработала очень эффективно, объявив немедленные послевоенные задачи еврейского народа создания своего государства в Эрецисраиль, возник спор, кому больше заслуг принадлежит в том, что она была принята и стала реальной платформой действия. Например, еще до того, как состоялась конференция в этой гостинице Билкмор, это я уже сказал, в мае 1942 года, в январе, Храим Вейцман опубликовал в журнале, в американском влиятельном журнале по вопросам внешней политики, дипломатии и фориен-афферс, опубликовал статью, которая также, в общем, так сказать, содержала эти требования, главным образом по поводу commonwealth, то есть создания, послевоенного создания еврейского государства в Эрецисраиль. Но Бен-Гури пробивал эту платформу уже с осени 1940 года, в ходе своей встречи с лидерами сионистского движения в Соединенных Штатах, и поэтому, конечно, здесь его заслуга более внятная. Кроме того, Вейцман, в общем, так сказать, рассматривал эту программу, заявленную в Нью-Йорке в мае 1940 года, как некоторую декларативную позицию. И он даже высмеивал Бен-Гуриона за то, что он видит в этом новую базильскую программу. Базильская программа – это фундаментальный документ сионистского движения, сформулированный на его первом конгрессе, и Вейцман относился к этому очень скептически. И само понятие Commonwealth, так сказать, вот этого еврейского сообщества послевоенного, он был готов трактовать его самым широким образом. Будет ли это самостоятельное государство, будет ли это часть какой-то федерации или конфедерации, или под каким-то международным трастовым управлением, или это будет часть Британской империи. В общем, так сказать, он в этом вопросе придерживался гораздо более гибкой позиции. Также и в вопросе об Алие, он смотрел на это еще глазами предыдущего поколения, так сказать, в самом максимальном случае, с его точки зрения, речь шла о возможностях приема и абсорбции нескольких сотен тысяч человек. Бен-Гурион, как я уже сказал, считал, что результатом войны станет появление 5 миллионов еврейских беженцев. И он заявлял, что непосредственной задачей станет прием 2 миллионов в течение 2-3 лет. Еврейское население страны тогда, в тот момент, это еще даже меньше 600 тысяч, порядка 600 тысяч человек с небольшим, может быть, в тот период Второй мировой войны, принять 2 миллиона за 2-3 года. Ближе к концу войны, когда стало понятно, что там просто не уцелеет 2 миллиона в Европе, если не говорить о территории Советского Союза, которая находилась и было понятно, что она, в общем, скорее всего, останется за сферой прямого приложения сионистских усилий, а если говорить о беженцах, вообще, так сказать, о переживших катастрофы в Европе, стало понятно, что их там и не будет такого числа, и тогда формулировка изменилась в миллион человек в течение 2-3 лет. Тем не менее, с точки зрения Бен-Гуриона, это была совершенно конкретная формулировка. Более того, он настоял на том, чтобы в Эрец-Исраэль была создана экспертная плановая комиссия, которая должна была предложить конкретный план того, каким образом это вообще сделать, с тем, чтобы это была реальная работающая программа. И здесь еще нужно отметить такие моменты. Во-первых, Бен-Гурион, и это тоже, в общем, как говорит о его такой нетривиальной политической прозорливости, очень рано понял, что результатом Второй мировой войны станет развал Британской империи и обретение двумя сверхдержавами, Соединенными Штатами и Советским Союзом ключевых позиций в послевоенном мире. Он также очень рано понял, что после войны зависимость Европы от Соединенных Штатов будет колоссальной, что потребуется огромная американская помощь на восстановление Европы, и что в связи с этим, естественным образом, увеличится возможность американского влияния на европейские и, как следствие, мировые процессы. Например, он писал, действия президента Гувера по оказанию поддержки Европы после Первой мировой войны покажутся детской игрой в сравнении с тем, что должна будет совершить эта страна с окончанием нынешней войны. И в феврале 1942 года он пишет в письме, просто частное письмо своей дочери, Ренана ее звали, он пишет ей, Европа, февраль 1942 года, да, так сказать, в общем, прозорливость достаточно сильная, Европа будет отчаянно нуждаться в Америке после войны, и поэтому сила Америки окажется весьма велика, ее влияние будет определяющим. Как следствие, я полагаю, что наше будущее зависит от происходящего в этом городе, он находится тогда в Вашингтоне, намного больше, чем от происходящего в Лондоне. И Вейцман, в общем, в связи с этим прогнозом был, можно сказать, слеп, он, так сказать, не осознавал этого. 19 сентября 1942 года Бангарион вылетает в Эр-Цисраэль, да, ну, это, так сказать, теперь он уже вылетает, теперь он уже не анонимная фигура, в общем, определенное участие в этом требовалось и американского правительства, лететь нужно было военными самолетами, естественно, без каких бы то ни было, там, без обогрева, без кондиционеров, даже без сидений, просто там где-то, ну, в общем, это было нетривиальное путешествие через Индию, Южную Африку и так далее. Кстати сказать, остались довольно интересные замечания Бангариона в связи с этим путешествием, которое продолжалось почти полтора месяца, он только 10 ноября 1942 года, нет, я извиняюсь, 2 октября 1942 года, полторы, две недели где-то продолжалось это путешествие, да, он прибыл в Эр-Цисраэль, и он описывает, он вообще, так сказать, как бы, что он пишет, что находясь в Африке и в Индии, невозможно не осознать свою принадлежность к белой расе и не устыдиться этого, да, что англичане, которые так гармоничны в своей системе самоуправления у себя дома за границей, вот в этих азиатских странах, что они ведут себя как «Herenfolk», «нация господ», немецкое выражение используют, и трудно не испытать отвращения к этому, да, так сказать, это просто попутно я некоторые его замечания вспоминаю. Итак, 2 октября он прибывает в Эр-Цисраэль, это еще до начала британского наступления под Эль-Аламейном, то есть когда еще, казалось бы, так сказать, угроза не устранена нацистского вторжения армии Ромеля в Палестину, но достаточно скоро, так сказать, ситуация в этом плане меняется. Он же свою задачу в этой ситуации видит прежде всего в том, чтобы убедить сионистские структуры, исполком сионистские, еврейское агентство, вообще, так сказать, как бы свою партию и так далее, в том, что они поддержали эту билтморскую программу. Он, когда и продвигал ее еще до самой конференции в Билтморе, говорил, что он никем на это не уполномочен, что это его частная инициатива. Дальше она получила поддержку американской сионистской организации, американского сионистского движения. Теперь требовалось этот предъявленный уже документ, чтобы он обрел окончательную силу. И действительно, 10 ноября 1942 года билтморская программа получила официальную поддержку еврейского агентства и сионистского исполкома, и с тех пор она стала называться билтморско-иерусалимской программой. 1943 год – это, помимо прочего, острый кризис в отношениях Бен-Гуриона и Вейцмана. Затем в 1944 году, уже даже ближе к концу 1944, внезапно умирает Беррел Кацинельсон. Это был огромный удар для Бен-Гуриона. И летом того же 1944 года гибнет венгерское еврейство. Так сказать, ситуация, когда так и не удалось сколько-нибудь значительно помочь его спасению. В том же 1944 году, как я уже сказал, англичане, наконец, дали согласие на создание еврейской бригады, отправку ее в Европу. Не просто, как до этого еврейские добровольцы служили в британских вооруженных силах в общих подразделениях, а создание именно еврейского воинского формирования. Но, с другой стороны, Черчилль, который когда-то говорил, только-только мы победим и сразу будет решаться вопрос о Палестине, если он говорил это в 1941 году, то в 1944 году он дает понять, что только в результате послевоенных мирных переговоров, в неясные и неопределяемые заранее сроки будет как-то поднят этот вопрос. В общем, так сказать, положение в связи с этим только ухудшается. В марте 1945 года Бенгарион снова выезжает в Лондон. И вскоре после того, как он туда, почти через несколько дней после туда прибытия, была довольно тяжелая дорожная авария, он там чуть не погиб, получил тяжелое сотрясение мозга. И это было одной из причин, не единственной причиной, по которой он там остался на довольно долгий срок. Вообще, так сказать, он много находился за границей. И, скажем, если посмотреть статистику, в 1945 году он отсутствовал 249 дней в Эр-Цисраиле. В 1946 году – 310 дней. Тем не менее, его положение в сионинском движении уже было тогда таково, что никто не оспаривал его лидерство. Всем было понятно, так сказать, даже и в преддверии будущей конфронтации с англичанами, что он является безусловным лидером организованного еврейского Ишува. Он мог подолгу отсутствовать. В этом смысле у него более конфликтная была ситуация в отношениях с Вейцманом, но не в своей партии, которая уже тогда, безусловно, принимала его лидерство. Итак, в марте, значит, он оказывается в Лондоне. И это уже происходит, напомню, после Ялтинской конференции. Ялтинская конференция, она в феврале. И просто, чтобы показать некоторый эффект тех действий, которые предпринимались сионистским движением в США, еврейским, вообще, так сказать, как бы общественным мнением в тот период, во-первых, так сказать, как я уже сказал, была изменена программа Демократической партии Соединенных Штатов в пользу поддержки профсионистских требований. И далее в Ялте в феврале 1945 года Рузвельт говорит Сталину «я сионист». Просто вот говоря, когда затрагивается вопрос о Палестине, называет себя сионистом. При том, что в 1940 году он, безусловно, был антисионистом. Как ни странно, Сталин ответил ему словами «я тоже», которые он потом сопроводил, так сказать, некоторыми такими вполне антисемитскими репликами. Но, тем не менее, на уровне какой-то будущей политической поддержки плана создания еврейского государства, в этот момент уже и советское руководство было настроено достаточно позитивно. Можно говорить про целый комплекс, опять же, связей, которые велись через лондонское, не только, но в основном через лондонское посольство Советского Союза, через посла Майского, через другие каналы в годы войны между сионистским движением и советским руководством. Все то, что затем дало эффект советской поддержки в ООН. Но здесь, мне кажется, даже более интересным не пикантерия, связанная с антисемитскими репликами Сталина, при том, что он сказал, что он тоже сионист, а то, что Рузвельт себя таким образом оттестует, при том, что к моменту прибытия Бангариона в США в 1940 году он, безусловно, был антисионистом. Это, в общем, очень сильная подвижка. И поэтому понятно, какова потеря Рузвельта. 12 апреля он умирает, Бангарион записал тогда, это, безусловно, огромная потеря для Америки, для всего мира, но я боюсь, что это станет самым сильным ударом, что это сильнее всего его смерть ударит по нам. То есть, в этот момент еще было непонятно, чего именно можно будет добиться от президента Трумэна, каков будет формат диалога с ним, в какой степени он будет готов поддерживать сионистские требования. Разумеется, и с Рузвельтом ситуация была далеко неоднозначна, скажем, уже после того, как он в Ялте говорит Сталину, я сионист, после этого он там через месяц примерно встречается с Ибн Саудом, королем Саудовской Аравии, и в беседе с ним заявляет, что Соединенные Штаты ни в коем случае не поддержат никаких шагов на Ближнем Востоке, сулящих несправедливость по отношению к арабам. Поскольку арабы считают главной несправедливостью возможность раздела Палестины и создания в ней еврейского государства, то это высказывание Рузвельта, оно, конечно, тоже симптоматично и указывает на общую неоднозначность этой ситуации, вообще картины политических связей с американским руководством. И все же связи с Рузвельтом были наработаны, я миновал всю эту механику, как именно, через каких людей, через какие каналы, через какие встречи эти связи устанавливались и реализовывались. В общем, смерть его воспринималась в тот момент, как тяжелейший удар по политическим перспективам сионистского движения, перечеркивающий огромную работу, которая была проделана на протяжении предыдущих лет. И, в общем, вот в этой точке мы можем остановиться с тем, чтобы в следующий раз уже подробнее за пределами, скажем, политического окружения Бен-Гуриона поговорить о том, что происходило на Ближнем Востоке в 45-46 году и в начале 47-го года, возможно, то есть до того момента, как британское правительство решает отказаться от дальнейшего мандатного управления в РЦСРЛ и передать вопрос об этой территории на рассмотрение объединенных наций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова